По официальной информации, в Алтайском крае нет дефицита тестов на коронавирус, но многие жители региона с симптомами ОРВИ жалуются, что им отказывают в проведении теста. Температура, кашель и боль в горле не всегда являются показанием для тестирования. Об этом рассказывают пользователи соцсетей, с этим столкнулись и мои знакомые. Если человек в последнее время не выезжал за границу и не контактировал с зараженными, ему будет сложнее провериться на COVID-19. Так что появление платного тестирования, возможно, могло бы решить проблему диагностики. И здесь мы натыкаемся на парадокс. Вам будет отказано и в платном тестировании, если у вас есть клинические симптомы коронавируса. Возникает вопрос, для кого тогда эти тесты? Для бессимптомных больных или для паникеров? Платные тесты начали проводить еще пару недель назад в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В Барнауле 15 апреля о тестировании на коронавирус заявила клиника ДНК о диагностике. Еще три клиники – Хелми, Галатея и Здоровье ждут поставки тест-систем. Анализ проводят по предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт, мазок по классике берут изо рта и носа. Результат вы узнаете через пару дней, его отправят на электронную почту. Кстати, сдать анализ анонимно невозможно. В случае положительного результата клиника будет вынуждена передать данные в Роспотребнадзор. Всего же в крае на коронавирусную инфекцию уже обследовали около 14 тысяч человек. Две клиники ждут поставки новых, которые были зарегистрированы 10 апреля, тест-систем для проведения ИФА-исследований на напряженность иммунитета. Мы решили спросить, как к платному тестированию относятся жители города. Готовы ли они вообще платить 1200 рублей за этот тест? А вы догадаетесь, в вашем вопросе кроется ответ в этом. Понимаете? Потому что он платный. Я считаю, должны вот эти тесты делать все-таки как-то бесплатно. Во всяком случае, для моего имущих людей. И те, которые не работают, которые остались дома и зарплату им не дают. Он вообще коронавирус несправедливый. Нет его обычный сезонный вирус гриппа. Два раза в год. Каждый год. Все. Спасибо. Вы бы не стали платно тестироваться? Ни в коем разе. Я и бесплатно не согласен. Сдавать анализ или нет – дело каждого. Однако лишний выход из дома, тем более в клинику, а в одной из которых, кстати, заразились четыре врача, противоречат главной рекомендации – находиться дома и по минимуму контактировать с другими людьми. Продолжение следует... Продолжение следует...